В кадре нож от компании CRKT. Это нож под названием Razzle GT 4031 его артикул и дизайнером данной модели является Джон Грэм. Мы привыкли видеть ножи с понижением к острию, с сужением, но вот эта модель даже танто не назовешь, это скорее зубило или долото. Обратите внимание как интересно выполнена геометрия клинка, причем вот эта часть вполне функциональна. Если вам надо что-то строгать, если вам надо работать как долотом, то вполне и вполне здесь с этим ножом удастся. Подобно танто, толщина сохраняется практически на всей длине клинка и здесь буквально сколько, меньше сантиметра идет резкое понижение. Спуски по ощущениям они вогнуты, да здесь есть небольшая щель, вогнуты, поперечный сантим по обработке. Видим обозначение системы ICBS, это подшипниковая система и тем самым нож конечно же просто прекрасен на выброс. Еще раз продемонстрируем за счет флипа. Флиппер, кстати, без каких-либо насечек, но здесь они совершенно не нужны. Чуть нажимаем, полетает на ура. Еще один элемент, что здесь за счет того, что клинок практически под углом 90 градусов, здесь идет довольно таки немалый отступ. Видите, за счет этого, для чего это нужно, чтобы, как говорится, элементарно этот угол нижний не соприкасался. И благодаря этому нож имеет не такой длинный клинок, как при обычных ножах. А этот нож, скорее всего, необычный. И благодаря еще такому укорочению выброс клина еще более молниеносный. Прям как автомат, практически вылетает. Стальные лайнера, корпус из алюминия. Здесь у нас, кстати, я вот долго смотрел, алюминий ли это или G10. Вот маркируется он как алюминий, но он имеет такую интересную обработку. Обратите внимание, особенно вблизи, как будто это какой-то материал, что-то вроде стекловолокна. Он совсем не тяжелый, скорее вес добавляет вот этот вот торцевой спейсер, который имеет еще и стеклобой и землячное отверстие. Но раз маркируется как алюминий, будем опираться на официальную версию. Что по клипсе? Она достаточно спокойная, без каких-либо излишеств. Но и при этом, сейчас мы посмотрим, насколько она функциональна. Ну супер ее цепкой не назовешь, но с легкостью не извлекается. И на этом, как говорится, спасибо. На двух торцах держится и, судя по всему, да, на постоянной основе закреплена под правшу. Все просторно, никаких бонок. Одна скрывается в разложенном состоянии, такая аккуратная, деликатная. И посмотрим, как он отцентрован. Здесь все неплохо. Еще отдельное внимание заслуживает обработка по обуху. Здесь он такой, если сбоку смотреть, немножко выпуклый и смотрится достаточно своеобразно и даже есть какая-то доля винтажности здесь. Ну в остальном нож удобен. Кому нужен не просто нож, но еще функциональный инструмент для того, чтобы вот поработать им как долото, то вполне, вполне неплохо. Да. На этом все. Всем спасибо. Не прощаемся.